Друзья, здравствуйте. Я очень волнуюсь. Дело в том, что мы с вами по-новому будем открывать наш мир. Мир удивительно, необыкновенно. Но все, что до этого времени было придумано, проверяю запись. Все, что было придумано, это чистейшая стопроцентная ложь, обман. Нам надо было внушить людям, что мы животные, мы скоты, нас можно убивать, расстреливать, можно взрывать церкви, в лучшем случае делать там конюшни. Вот. Это было. Я хочу вас познакомить с настоящей наукой. Это наука будущего. Вот. Так уж получилось, что мне приходится быть первым, снова первым. Почему раньше до меня не догадались? Есть две причины. Первая. Это когда-то маститые академики были студентами, сопливыми мальчишками и сопливыми девчонками. Им преподавали другие профессора и академики, которые тоже были до этого лет за 40-50 сопливыми мальчишками, сопливыми девчонками. И так с огромным трудом удалось поверить, что Земля круглая. Вот. Что на самом деле не Солнце вращается вокруг Земли, Земля вокруг Солнца. Люди из-за этого на костры ходили. Вот. Это было, было, было. С таким трудом проникает новое. И последнее, что сотворили, это использовали учения Чарльза Дарвина, двух хипостасик. Мы животное, мы скоты, мы потомки обезьян. Первая притча была посвящена, и вы ее видели, самое удивительное видели, это происхождение жизни на Земле. Это не слепание, случайное слепание множества, там сотен, тысяч молекул, вдруг в единое живое организм, который почему-то чудом тут же начал делиться, начал испражняться, начал размножаться. Вот. Такое случилось якобы. Ну, одна из триллионов попыток, и удачно на самом деле все было не так. Жизнь зародилась, да, в воде. Ну, не случайное слепание, господа академики. Когда-то вы будете уже ваше, вы уже или ваши ученики будут говорить по-новому. В воде находится удивительное. мир. Это силовые структуры. И как попадая всегда, вода, она всегда попадает на любую остывшую Землю, на любую планету. Вот. И только создаются условия остывания космического тела, и появляется вода. автоматом появляется. Вот. Из космических этих самых астероидов, ледяных глыб. И в них уже зародыши Земли там находятся, зародыши жизни там находятся, силовые структуры. И когда в каком-то бульоне, бульоне, подчеркиваю, да, в той же грязной луже, набирается достаточное количество солей, минералов. Вот. Ну, вспоминаем опять. Магний, калий, углерод, водород, кислород. И все это обязательно, раз такой набор существует, первобытный, встраивается в силовые структуры, и появляются живые существа. Они простые, они примитивные, а потом начинается их уже. Дальше, да, по Дарвину, дальше уже начинается эволюция. Но начало в силовых структурах. Как они оказались в воде? Откуда эта вода взялась? Она обладает такими свойствами, она свойствами не видна, не мыслимая. Она вообще не должна существовать. Если существовать, это просто аж два, о, точка, но на самом-то деле. Чудо. И это чудо создало жизнь на Земле. И она в любой планете создала жизнь. Как это случилось? Где? Какие триллионы лет? Не как это, ведь это, 14 миллионов лет, миллиардов, якобы было космическое яйцо, которое взорвалось и родило из вот такого яйца, извините за выражение яйца. Родилась вселенная с триллионами-триллионами. Ой, всё, дальше я не могу говорить, потому что надо было придумать начало только, чтобы исключить Бога. Исключить Бога, потому что Бог запрещает убивать. А у нас каждый день тысячи убитых, каждый день. Вы поняли, о чём речь? Итак, мы с вами по речью номер один проходили. Итак, мы знаем божественное происхождение. Это силовая структура, биополя. И дальше пошло по расходящей, уже как бы закономерность. И вот, наконец, вылезает из воды вот такое существо, иллистый прыгун. Вот. Он уже двояко дышащий. Как это случилось, что он двояко дышащий? Конечно, у него, раз была силовая структура, значит, это было заложено уже. И вот оно дозаложивалось. Итак, мы смотрим. Давайте посмотрим на наших предков. Да? Но это ещё не предки прямые. Я их называю родственниками, но не прямыми. Сейчас поймёте, почему. Итак, я назвал этого, именно этот экземпляр я назвал философом. Он вылез из воды, он может дышать кислородом. Воздухом. И вот он задумался. Это философ. О чём он думает? Вылазить из воды или нет? Ведь там ждёт страшная судьба. Ладно. Вот. Но его другой, иллистый прыгун, сказал себе, я буду прыгать. Я буду прыгать до тех пор, пока у меня не отрастут кто? Крылья. А теперь вспомним примитивное изложение. Я далеко начал и буду говорить много часов, извините. Вот. Я буду там, ну, по 10-20 минут, новая серия, новая серия. Пока вам не надоем. Но я хочу, чтобы это проходили в институтах. Прямо вот с этими фотографиями. Лучше всё равно не подберёте. Не было в 19-18 веке таких фотографий. Не было таких, нет, не знаний. Знания приходят только сейчас. Не знания, а сознания. А тогда просто фактов таких не было. Итак, школьная программа. Итак, учительница говорит. Вот как развивалась эволюция по Дарвину. Вот. Я потом буду ругать её, практиковать. А пока, да, вот так вот элементарно. Вот оно, существо. Не обязательно появился пригон. А просто какое-то маленькое существо. Вот. И оно мошками питается. Не допрыгнуло до мошек, умерло с голоду. А какая-то взмахнула этими же лапками. Ещё не крыльями, лапками. И вот когда она взмахнула, она как бы лапками уперлась в воздух. Как бы маленькое сопротивление воздуха всё-таки. Не, не, это же не вакуум. И подпрыгнула на лишних полсантиметра. И съела мошку. И эта способность у неё как бы получилось как бы запоминание, что ли. Раз. А его потомки опять давай прыгать. Но уже лапки почему-то у неё удлинились там на миллиметр. Но уже пять мошек можно поймать вместо трёх. И вот так продолжалось, продолжалось. Пока не выросли крылья и ста появились. Птицы. Так, идём дальше. Как он это? Вот он, философ. Думает, вылазит я из воды или нет. Вылез, но наполовину только. Он не дурак. Чуть стою назад. А этот уже не вернётся. Это будущее птица. А вот это самое интересное. Хотите попрекалываюсь? Вы танцоров-балеронов видели? Балерин видели? Вот их предок-то. Вот он. Не он, а она. Это два этих самых. Развину в рот. Перед ними разыгрывается балет. Шелкунчик. Нет, не шелкунчик. А может... Ну тогда ещё не было балета. Но попытки уже были. Смешно? А вот эти ребята... Да. А что тут говорить? Эти ребята, у кого... Есть такое выражение. Развинует пасть. У кого пошире, тот сильнее. Этот парам. Это перешло в 20-й век, 21-й век. Да. Ага. Вот. Узнали своих предков? Я полушутя полусерьёзно говорю. Теперь вот эту тему я пока оставляю. Итак, прогуны вылезли. Двуяка дышащие вылезли на землю. Вот. С чего вдруг ни с того ни сего у них появились вместо жабер. К жабрам плюс ещё лёгкие. Это, извините, вопрос уже непонятный как. Где же первый-то? Откуда у первого взялось? У нас много таких вопросов будет. На часть я отвечу, на часть нет. Вот. Давайте так. Сейчас где-то мы, наверное, на этом закончим. А вы знаете, чтобы полноценно было? Чуть-чуть вернуться. Вернуться чуть-чуть. Чуть-чуть вернуться. Вот это вот. Архив. Документы. И где-то здесь у меня есть уникальная вещь. Это то, что я назвал притчей номер раз. Притчей номер раз. Вот. Записки зачарованного садовода. Сейчас мы найдём записки. Вот. 29 мая 2014 года я впервые озвучил и это. И застолбил за собой мировое открытие. Вот. Видите? Это мы проходили. Я всё это и в виде текста, и в виде фотографий показал. Почему-то вот это вот. Я дружился с Казанского университета с одним товарищем. Он очень серьёзный дядя. Он вроде бы снизошёл до меня. Ну, до Металлурга. Конечно, не последнего из Металлургов, но Металлурга. Вот. А это уже... Это уже клима. Вот. Так вот. Я представил набор вот таких фотографий, да. Он сказал, это совпадение. Вот как это вдруг ни с того ни с сего на оконном. Самом. На оконном окне. В прозрачном стекольном появляются вот эти вот такие вот красивейшие существа. Я их называю существами. А знаете, что это такое? Это конденсат. Это лекало, который встроился в эти невидимые, невидимые биополи. Вот оно. Вот так оно выглядит в качестве... Потому что именно... Именно... Конденсат сделал их видимыми. А мы не видим. До сих пор 20-летний только не видят. А я увидел, и природа помогла. Это на стеклянном стекле. А вы посмотрите. Это что? Это не папоротник? Как на стеклянном... Оно взялось на стекле? Как оно взялось на стекле? Случайно? Вы поверите, что вот это... А мне учёный сказал, случайно. И с тех пор мы с ним не дружим. Я обиделся. Это что? Вот взялось вот так и нарисовалось. Вот делать нечего. Почему не так? Вот. А ещё? А ещё? А скажите, ведь это же листья. А их нету. А это листья. А их нету. Это листья. А их нету. Есть только... Что? Биополе этих листьев. И это вам не какой-то там эффект корня лиана. Нет. Вот. А это? Ну разуйте глаза. Я так и написал. Протрите глаза, материалисты. Я сейчас не буду. Эффекты лиана, это другая тема. Вот. А это? Всё это потом. Поверите, что это ледяные узоры. А это? А? А это? Это не листья разве? А это? А это? Вот чудо из чудес. Откуда это в воде? То, чего ещё нету. Это только образ будущих водорослей. А? А это? А это? А это? Ищите аналоги. Аналоги. И вы же учёные. Вам это виднее. А это? Величайшая божественная тайна мироздания. Жизнь возникла, существует в двух епостасях. Ещё раз. Величайшая божественная тайна мироздания. Она уже не тайная. Я открыл. Только нахрен никому не нужна. Жизнь возникает, существует в двух епостасях. Вездесущие матрицы. По-другому. Силовая каркаса или биополя. Их порождение. Материальное детище живого организма. Вот откуда живого организма. А не слипание в грязных лужах этих самых молекул. Я инженер и богоискатель. Да, металлург. Но я инженер. Большой буквы. Сильно далеко пошли мои интересы. Бележно пронёсшие через свою жизнь не слепую веру, а страшное изумление. Как разумно устроена Вселенная, Солнечная система и наша планета. У меня на этот счёт. Давайте откроем эту самую космологию. Уйди. У меня фотографии в космос. Дайте тысячу штук. Я вам покажу, как она разумно устроена. Вы почему не видите? Она разумно устроена. Идём дальше. Это всё я пропускаю, пропускаю. И вот однажды мне мой друг, который взялся авторы, Латинков Юрий Алексеевич, Сарство Ему Небесное, прислал мне эти фотографии. Вот это вот. Это он вымораживал воду из колодца. Вот они, быкашки, таракашки. Вот они какие. Вот те, которые потом стали живыми. Вот. И которые заползают вам за пазуху или это, за шиворот. А? Ну что, хватит про это. Про это, про это. Вот. Почему никто не увидел? Почему никто не понял? Продолжение следует. Итак, дальнейшая судьба этого открытия проста. Не наши, а именно зарубежные учёные, скорее всего, китайцы, поставят серию опытов, теперь же делают техники, создавая условия для сборки живых клеток и докажут то, о чём мы проще выше, и подадут заявку в Нобелевский комитет. Всё. Теперь я вот на этом, я сейчас вернусь, где мы были. Так. А мы были вот тут. Ой, привет, друзья. Это наши предки. Вы не верите? Пожалуйста, в любому академику, биологу. К любому. Он нам скажет, вот они предки, вот они. Это не двоюродные братья даже, не троюродные. Предки. Э, дедушка, привет. Привет. А вот были предки балерины, вот она, вы видите, как хвостом вертит. Итак, я заканчиваю первую серию, надо закончить серьёзно. Итак, перед нами будет открытие, открытие, открытие и открытие. Впереди серия за номером два. Вот. Мы познакомимся с действительными, мы познакомимся с величайшими тайнами природы. Есть и не скучно. Вот. Ну, эту серию будет два, но на самом деле мы с вами прорабатываем вот эту тему. Почему я сказал, что это, это, кускамера? А, теперь мне это простительно. Значит, Зелезов сошёл с ума. Для любознательных пойдёт лучший сад в России. Там тоже несколько мировых открытий. Ну, понятное дело, вот, кому нужны случаи сады в России. Вот. Но, на всякий случай скажу, самое важное, самое ценное впереди. Внимание, друзья, я с вами прощаюсь ненадолго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.